Девушки отдыхают Придет Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Владимир Валерьевич буквально вчера вернулся из Москвы, где был слет уполномоченных по правам ребенка. И, кстати, обсуждалась очень важная тема об организации питания детей в школах и других учреждениях. Нам будет очень интересно услышать мнение родителей о том, как это самое питание в школах организовано. Довольны, недовольны. Довольны, недовольны. Довольны, носит ли ланчбокс, и вот это вот все будет интересно. И что там, на что жалуются в регионах, и что решили омбудсмены, все это мы озвучим во втором часе. Ну, а в первом часе тоже будем говорить о детях, родителях, школах и силовых структурах. Вот так вот, да. И все дело в том, что 17 числа, буквально два дня назад, начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин заявил, что участие молодежи в несогласованных акциях является серьезной проблемой. Насколько эта проблема серьезная, и кто должен нести ответственность за участие детей, или никто не должен, и как это должно выражаться, мы попробуем обсудить в сегодняшнем эфире. Ну, там было сказано еще одна очень важная вещь, это то, что предлагается как раз все-таки ввести ответственность за участие детей в несанкционированных протестных акциях, детей, подростков мы имеем прежде всего, да, в виду, родителей, во-первых, и во-вторых, педагогов, которые не уследили, адиточка ушла. Да, 211-101, номер телефона прямого эфира, мы вас призываем активно участвовать в нашем сегодняшнем обсуждении, конечно, у нас есть эксперты, которые будут с нами по телефону, один из них не по телефону, а в студии, с нами уже сейчас Артур Абашев, руководитель штаба Навального в Кирове, добрый день, Артур. На сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос, люди, которые устраивают мирные протестные акции, люди, не только дети, а вообще, да, все, какие ощущения у вас вызывают уважение, сочувствие, смешку, раздражение, злобу? На сайте Хакирова сейчас 80% отвечает уважение, сочувствие 13% и 6, почти 7% говорят, что усмешку. Ну, ВКонтакте немножко другие варианты, хотя первое место также занимает вариант уважения, 61% почти, на втором месте вариант сочувствие, на третьем месте вариант усмешку, как ни странно. Да, да сразу к нашему эксперту, который в студии, Артур, скажи, пожалуйста, ты сам неоднократно участвовал в различных акциях и в митингах? Участвовал, организовывал. И организовывал, и в согласованных, и не в согласованных, правильно я понимаю? Да, конечно. Было дело с несогласованными? Да, к сожалению, администрация в последнее время все реже согласовывает публичные мероприятия, особенно в центре города Кирова, и отправляет всех проводить акции в Коминтерне, либо в Дороничах. Поэтому приходится искать другие форматы проведения акций, как одиночные пикеты, просто прогулки. Скажи, вот из твоей истории, ты когда начал участвовать в таких публичных выступлениях на улице? Лет в 15-16, и лет в 18 я уже организовывал акции сам. А что тебя тогда подвинуло на участие в таких мероприятиях? Ну, не знаю, хотелось что-то изменить в обществе. В принципе, как и сейчас. Сколько лет назад было, прости, это? Ой, это было. Ну, если сейчас мне 31. Ну, то есть это было 15-16 лет назад. То есть я участвую в акциях больше, чем не участвую. А тогда какая ситуация была? Сейчас, Аня, прости, ничего. Ну, какая, такая же. У власти был Путин, как ни странно уже. Это был Путин? Да, то есть точно так же, кстати, и в 15-16 лет уже задерживали за публичные мероприятия. То есть это было еще даже до 2004-го закона, когда вышел федеральный закон о публичных мероприятиях, в который потом еще вносили правки. То есть тогда было еще все хуже со свободой собраний. И что родители твои на это говорили? На твои вот эти вот выходки? Ничего практически не говорили. А ты ставил их в известность вообще? Ага. А как они узнавали? Ну, я старался это не афишировать, в принципе. Или они вообще не в курсе были? Ну, они узнали, что я участвую в каких-то политических мероприятиях. Но так, чтобы как-то удавить на меня, указывать, что мне делать, они этого не делали. А школа? Школа, тем более. То есть я был трудным подростком. Да? На меня сложно было добиться. Беседы-то проводили какие-то, воспитательные? Пытались первое время. Да и в институте пытались, когда я учился. Но толку-то от них. То есть у меня есть свое мнение. И какие-то беседы с преподавателем или с родителем вряд ли его могут изменить. У тебя 15-летний опыт участия и проведения публичных акций на улицах. Что изменилось за эти 15 лет? Вот тогда, когда ты выходил 15-16-летний и сейчас, больше стало подростков, меньше их требований, их чаяния? Ну, смотрите, допустим, если говорить, когда я выходил в 15 лет, то есть там был один порядок. То есть тогда именно требовались санкции. После этого в 2004 году вышел закон, который говорил о том, что должно быть согласование. И администрации какой-то период времени без проблем давали эти согласования. Ну, то есть бывало, что и в Кирове задерживали даже за согласованные мероприятия. Достаточно вспомнить, когда мы выходили напротив к европейскому с плакат. Ну, один из людей вышел с плакатом «Путину место в дурдоме» и развернул его. Может быть, помните ситуацию с Азером Путиным? То есть, которого поместили в дурдом, да? И тогда пикет был как раз против политрепрессий. Это человек просто. Азер Путин — это человек. Да, это просто человек. Который менял фамилию. А другой человек вышел с плакатом «Путину место в дурдоме» со знаком вопроса. Ну, не знаю, о каком Путине подумали сотрудники правоохранительных органов, что им место в дурдоме. Но, соответственно, задержали тогда тоже. Хотя это был согласованный пикет абсолютно. Так что с подростками? Их тогда было больше или меньше? Я думаю, столько же. То есть, нельзя говорить, что больше или меньше. Ты не видишь изменения в общем ситуации. Я бы не сказал, что их стало там намного больше. Детей выходят на улицу, ты этого не видишь? Не вижу. То есть, по мне, так примерно столько же. Я бы хотела сейчас попросить нашего редактора подключить Екатерину Клипковскую, редактора интернет-журнала «Семна-7» в Кировской области. «Семна-7» активно освещает всегда любые акции, митинги и мероприятия, которые проводятся на улицах, всегда выкладывает большие репортажи. Катя, она, собственно говоря, разговаривала с ребятами, которые выходили в этом году на эти акции, и сможет нарисовать нам картинку. Но пока мы с ней связываемся, еще один вопрос к Артуру. Ты обратил внимание, когда мы сейчас готовились к эфиру, что важно, что в заявлении Тимура Валиулина, который начальник Главного управления противодействия экстремизму, МВД, что он имеет в виду именно несогласованные акции, и они лишь бы какие? То есть против согласованных нет ничего, то есть на митинги и на путешествия 1 мая, естественно. Я бы так не сказала, что нет ничего, потому что, например, те акции, которые проводились в большинстве городов России по противодействию коррупции, все-таки в большинстве регионов так или иначе их согласовали. И тем не менее, насколько мы знаем из интернета, из сообщений СМИ, с очень многими подростками проводилась так называемая воспитательная работа. Даже у нас после прогулки люди вылавливали и потом брали с них данные и переписывали. Хотя акция была разрешенной. Это вот такая вот история, да? То есть воспитательная работа и профилактическая беседа это называется. Вот такие истории происходили. А как сейчас это все у нас на митингах происходит в городе Кирове, мы узнаем у Екатерины Клепиковской, редактора интернет-журнала 7 на 7 в Кировской области. Катя, добрый день. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день, Кать. Расскажи нам, пожалуйста, вот ты была на всех этих митингах. Расскажи, пожалуйста, кто выходит туда, какого возраста, если там есть несовершеннолетние, выходят. И задавали ли им вопросы, уведомляют ли они родители, когда приходят. Как родители реагируют или учителя в школах? Ну, вообще, на самом деле, возрастная категория людей, которые приходят на митинги, она очень сильно разнится в зависимости от тематики митинга. Например, там, на какие-нибудь пикеты и другие публичные акции по полигону ТБО в Осенцах или по поводу дальнобойщиков, туда в основном приходит взрослое население. А если это касается каких-то митингов, которые организовывал штаб Навального или митингов против коррупции, там, действительно, большая часть людей – это школьники, студенты, но есть, в том числе, и люди среднего и старшего возраста. Полицейские периодически подходят, например, на акции 7 октября. Полицейские подходили к молодым людям, которые стояли с плакатами в одиночных пикетах и пытались взять с них объяснение. Ну, вот Артур к ним быстро подбегал и сообщал, что они не обязаны давать никаких пояснений. Артур Рабашев, который здесь присутствует. Да, да, Артур Рабашев. Мотивация у всех очень разная. Кому-то просто нравится участвовать в каких-то протестных акциях, они чувствуют в этом потребность. Кто-то действительно считает, что это поможет. По поводу того, что отпрашиваются они у родителей или нет, тоже у всех по-разному. Например, одна из девушек, которая участвовала в акции 7 октября, она рассказала нам, что она не просто сама этого хочет, но ее еще и поддерживают родители. Сама мама ее ходит на такие акции. Часть подростков ничего не говорит своим родителям, потому что они, например, запрещают им это делать или не одобряют, как минимум. Часть подростков просто ничего не говорит родителям и приходит. Встречала ли ты на таких акциях учителей? Ну, нет. По крайней мере, они не говорили, что они учителя. Не афишировали? Нет. Но в целом проходило, вот в Кирове проходило все мирно, насколько я понимаю. Сдержаний в этом году у нас не было. Ну, да, в Кирове крайне мирные акции проходят всегда. А в твоем родном городе, Сыктывкаре, ты в курсе, как проходят подобные акции? И что там молодежь делает? Ну, сейчас мне уже сложно говорить, потому что я там не живу полтора года. Но там они тоже в целом мирные. Насколько я знаю... Ну, я не могу сейчас верно утверждать. По-моему, массовых задержаний точно не было. Возможно, были какие-то единичные случаи. Но когда были протесты на акции в 2011 году, или в 2010, был разгон акции довольно-таки жесткий. То есть приезжал ОМОН и разгонял всех, выгонял людей даже на проезжую часть. Спасибо, Екатерина Клепиковская, редактор интернет-журнала «Семь на семь». В Кировской области была с нами в эфире. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты и снова будем в студии. Подключайтесь к нашему разговору 211-101. Продолжается программа «Дневной разворот». За участие несовершеннолетних в акциях протеста будут отвечать их родители и педагоги. Задаемся мы вопросом. И действительно, стоит ли так поступить? Стоит ли принять предложение начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимура Валиулина? Он об этом заявил буквально на днях, 17 октября. И уже развернулась дискуссия на разных интернет-площадках и неинтернет-площадках. Вот я не знаю, обсуждает ли это на кухнях. Нам интересно, что думают по этому поводу родители и учителя. Да, именно вас, родители, именно вас, учителя, тьютеры, классные руководители, предлагается привлекать к ответственности, потому что это же вы не досмотрели, получается. Вот по сути, так предполагает Тимур Валиулин. Это вы не досмотрели, это вы выпустили детей на улице, на несанкционированные акции. Не провели вовремя. Тимур Валили, не рассказали. А вот как будут наказывать, это же тоже еще вопрос. Как будут наказывать? Нет, смотрите, мы в начале до перерыва обсуждали, что молодежь участвует только в акциях против коррупции. На самом деле это не так. Много лет подряд зоозащитники, это тоже практически большей частью молодежь, они выходят на акции. Кроме того, вспомним трагедию Беслана, когда у филармонии 13 лет назад собиралось более 40 человек, в основном школьники и студенты. Не говоря уже про митинг на театральной площади, куда свозили, правда, студентов принудительно. Но люди добровольно выходили непосредственно к филармонии протестовать. А вообще интересные ситуации складываются. Да, вспомним Илью Фарафонова, который сбил трех человек на Комсомольской площади. То есть тогда выходило больше ста человек, в основном как раз школьники и студенты. Которые что декларировали? Что его нужно наказать? Да, что он должен быть привлечен к ответственности. Поэтому я бы не делил людей по возрастам, а просто если людей волнует проблема, они выходят протестовать. Ну, у меня складывается ощущение, что речь идет именно об акциях протестных, связанных с Алексеем Навальным. Вот уж извините, да? Ну, понятно, что Центр Рэй имеет в виду, скорее всего, Алексея Навального. То есть вряд ли они предлагают наказывать родителей детей, которые вышли там протестовать против аварии. Ну, смотрите, давайте говорить еще о другом. О том, что сейчас и так Кодекс административной ответственности предусматривает для родителей ответственность за ненадлежащее воспитание ребенка. То есть, например, у нас на учете в Кировской области в Комиссии по делам несовершеннолетних состоит больше тысячи человек. Из них несколько сотен были привлечены по административной ответственности. И именно по статье 5.35 Кодекса административной ответственности, то есть за ненадлежащее воспитание. То есть, когда ребенок совершает правонарушение какое-либо, его родители привлекают именно по этой статье. То есть, ответственность уже есть. Таким образом, Тимур Валиулин, может быть, предлагает участие в таких митингах. Ввести отдельную статью, скорее всего, с огромными штрафами, да. То есть, статья 5.35, сейчас вот для родителей, например, уже есть ответственность за ненадлежащее воспитание ребенка. А для учителей ответственности нет? Для учителей ответственности нет, и надеюсь, что не будет. Потому что, во-первых, для каких учителей? Если для классных руководителей, то, в принципе, учитель, ну, я не учитель, я не обязан брать на себя классное руководство. Но, тем более, если учесть, что за классное руководство учителю доплачивают около 2 тысяч рублей всего лишь, то вряд ли кто-то из учителей будет соглашаться брать на себя такую ответственность. Особенно после таких заявлений. У нас на связи есть Игорь Олин, директор средней школы поселка Вахруши Слободского района. Игорь Витальевич, добрый день. Добрый день. Какое впечатление на вас произвело вот это заявление господина Валиулина? Игорь Витальевич, а если в 15 лет они имеют эти взгляды уже? Вот не в 18, а в 15. Ну, у нас есть конституционное право выражать свое мнение. Митинг – это форма донесения мнения до общественности и политических институтов. Я считаю, что это вполне нормально, когда человек осознает уже, что он делает. Молодые люди обладают обостренным чувством справедливости. Они максималисты, вот если мы вспомним, декабристов, да, там, старшему было 27 лет. Или там Герцен и Огарев, знаменитый кружок, там, 18-19 лет. Это все люди совершеннолетние по нынешним меркам. А вот ваши ученики, Игорь Витальевич, это люди, которые находятся, так сказать, под патронажем родителей и учителей. И именно вас, учителей, сейчас МВД и те, кто поддерживает предложение господина Валиулина, призывают к ответственности за то, что вы выпускаете, не усмотрели, выпускаете на несанкционированные митинги учеников. И наказывать вас собираются. Нет, еще раз говорю, в 11 классе учатся уже совершеннолетние дети. Нужно вообще бороться-то у нас не с людьми, которые выступают против каких-то недостатков. Нужно бороться с недостатками, против которых выступают люди. Поэтому вот такого рода призывы, я вот смотрел обсуждение у нас на учительском портале, там многие училия высказывали позицию, что такие заявления, они являются дискредитацией власти. Что людей, которые занимают подобные посты такого высокого уровня и позволяют себе подобные высказывания, которые идут в разрез с какими-то конституционными основами государства, вообще надо наказывать. Но мало ли у нас таких высказываний, ведь перспектива прохождения подобной инициативы, она вполне реальная, на мой личный взгляд, в этой стране. А вы как думаете? Я думаю, что она ненормальна. Она ненормальна, но как вы думаете, она сможет пройти? У нас, понимаете, вот, например, мы каждый год проводим митинги 9 мая. У нас участвует вся школа. Ну, тоже по закону о митингах, вроде бы, ни уведомлений, никаких мы не подаем. Нас еще когда-то разгонят, может быть, 9 мая. Или кто-то будет определять, в каком митинге мы должны участвовать, а в каком не должны участвовать. Игорь Витальевич, если пройдет такая инициатива, и учителя будут нести ответственность за участие учеников в несанкционированных митингах, а как это скажется на учительском сообществе? Я думаю, что ситуация и так довольно сейчас непростая с психологическим состоянием учительства, потому что у нас возникло мнение, что учитель вообще отвечает за все, что происходит, какой бы там человек ни вырос, и ему там это именно учитель его таким сформировал. На самом деле ведь нет. Сегодня влияние учителя на воспитание ученика гораздо меньшего роли играет, чем даже в советское время. Окружающая обстановка, средства массовой информации, интернет и много чего. Да, я прошу прощения, к чему может привести принятие подобной инициативы? Еще к худшей кадровой ситуации в школах. То есть народ будет увольняться? К меньшему, еще к меньшему авторитету, которые так довольно серьезно сейчас опустили педагогическую общественность и школу в глазах общественности. Поэтому я думаю, что это вызовет серьезное противодействие со стороны педагогов прежде всего. Ну, я не знаю просто. У меня слов нет. Игорь Витальевич, последний вопрос. Вы по поводу митингов, которые проходили, проходят, и по поводу политической ситуации, участия молодежи в политическом процессе. Проводите какие-нибудь оргсобрания в школах с родителями? Делаете ли им внушения? Предупреждаете ли? И с учениками тоже? Да нет, в принципе, не проводили никаких собраний, внушений. Ну, я думаю, что если у нас сейчас молодежь, политика интересуется там единицы, вот насколько я могу судить по своим, чтобы они участвовали в каких-то политических митингах со всего Кирова. Я не знаю, там наберется, может быть, несколько десятков наиболее продвинутых детей. Да и то, это вот, не 15, не 16, не лет. То есть это уже взрослый? 15 лет, да ради бога, пусть они участвуют в хоть каких митингах, если они носят мирный характер. Понятная ваша позиция. Спасибо, спасибо, да. Игорь Олин, директор средней школы поселка Вахруши, Слободского района. Вот Игорь Витальевич говорит, что единицы таких ребят, которые вообще участвуют в политическом процессе, это ведь, Артур... Мне понравилось больше, когда он сказал, что наиболее продвинутых. Поэтому становитесь продвинутыми и участвуйте в митингах. Да, но это перекликается с тем, что ты сказал. Вот ты говоришь, что ты не видишь за 15 лет количественные изменения в Кирове, как минимум. Я вижу количество репрессий, увеличивающих, которые увеличиваются. Со стороны государства. Да, и поэтому просто возникает больше шумихи по этому поводу. То есть, например, когда сейчас проходит несогласованная акция какая-нибудь, например, 7 октября была такая ситуация, что большую часть людей потом составили протоколы, за исключением некоторых городов. Вот Питер разгоняли, было много шума, было много криков, были пострадавшие. А где-то просто сотрудники полиции пришли на следующий день, составили протоколы, тихо, мирно осудили. То есть, никаких конфликтов. Выписали штрафы. Да, ну не только штрафы и сутки ареста, и, соответственно, обязательные работы. Звонок у нас есть? Я правильно понимаю, что с нами на связи Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. Валентин Николаевич. Да, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы обсуждаем инициативу начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимура Валиулина о наказании учителей и родителей, дети которых участвуют в несанкционированных акциях. Когда вы услышали вот это заявление, какую реакцию оно у вас вызвало? Ну, у меня это вызвало недозначную реакцию. С одной стороны, я понимаю, что нужно со стороны государства предпринять меры для того, чтобы дети не вовлекались в незаконные, опасные для их жизни и здоровья различные акции и мероприятия. С другой стороны, я как отец четырех детей прекрасно понимаю, что в возрасте 17, 16, 15 лет, в таком подростковом возрасте, дети уже достаточно самостоятельные и не всегда спрашивают у родителей, что им делать, куда идти гулять или как проводить время. Я бы сказала, почти никогда не спрашивают. Да, да. Причем на протяжении долгого времени уже. И, соответственно, у родителей в этом возрасте достаточно ограниченные возможности влиять на их поведение. Дома не закроешь на ключ и не запретишь там что-то делать. Дети задают очень много вопросов, имеют свое мнение. И здесь, я знаю, у меня несколько лет назад с младшим сыном, которому было там, я не помню, сколько тогда, 12 лет. Была очень сложная история, когда я попытался заставить его сесть за уроки, значит, он отказался по какой-то причине, но не хотелось там, или играл там чем-то. И, соответственно, я пригрозил ему каким-то нагазанием, типа, дам ремня. Что он сказал папа? Нас в школе учат, если малейшие там, значит, угрозы или какие-то физические воздействия, нам предлагают сразу звонить в полицию. Что ты мне сделаешь? Мы, слава богу, тогда уладили эту всю историю, но осадочек у меня остался неприятным по поводу того, а если на самом деле возникнет сложная конфликтная ситуация, я буду пытаться что-то от него требовать. И я не знаю, да, бывает, когда все хорошо, когда у родителей и у детей дружеские доверительные отношения, и дети советуются и спрашивают разрешение, куда идти и что делать. Но так бывает не всегда. И как в этой ситуации предъявлять какие-то претензии, что дети куда-то пошли, не туда, куда нужно. Я думаю, что здесь нужно двигаться в другом направлении, что если проходит несанкционированный митинг, то со стороны правоохранительных органов можно ожидать и требовать, чтобы были приняты меры о том, чтобы не допустить на это мероприятие, на эту территорию несовершеннолетних. По паспортам, что ли, пропускать? По паспортам. Почему бы нет? А как на несанкционированный митинг, Валентин Николаевич, как можно пропускать по паспортам? Там же нет полиции рядом. То есть это разрешенная акция, там все понятно. Особенно в Москве, где рамки стоят. Там и проблем нет, и пускают на разрешение. Слышишь, я согласен, здесь вообще сложная ситуация. Как вообще реактировать государству должно на несанкционированные какие-то акции? И вообще-то если она несанкционирована, ни детей, ни взрослых туда необходимо пускать. Но опять же в этом случае это будет уже конфликт. Да, Валентин Николаевич, и последний вопрос. У нас сейчас будет просто перерыв. У вас в университете опорный вуз, самый большой вуз в нашем регионе. Огромное количество с разными взглядами преподавателей, разные позиции, занимающиеся в смысле политических каких-то воззрений. И огромное количество ребят, которые уже, конечно, совершеннолетние, но тем не менее какая-то активность происходит. Вы проводите санкционированные беседы на тему тех политических событий, которые происходят сейчас в стране. В частности, несанкционированные акции в поддержку позиции господина Навального. Будем так говорить. Воспитательная работа и профилактическая работа по недопущению экстремистской деятельности в университете в плановом порядке ведется, с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что взрослые люди, и они имеют свою точку зрения, и навязывать им какие-то политические и другие убеждения, взгляды, это достаточно сложное. И не факт, что это необходимо делать, история. Соответственно, я очень рад, что у нас и в прошлом году, и в этом году митинги, которые были в городе, были санкционированы. Это избавило нас от головной боли с точки зрения того, что как необходимо реагировать на участие в несанкционированных митингах. То есть вы поддерживаете наши власти, городские, я имею в виду, которые сказали, окей, пускай лучше будет санкционированный митинг. В Дорогичах. Честно говоря, да, я согласен, что пусть лучше будут они санкционированы и будут проходить в рамках закона, и, по крайней мере, с точки зрения закона к молодым людям не будет претензий. Но, опять же, это надо смотреть в целом комплексе, и там единых каких-то рецептов я дать не могу. Здесь нужно очень внимательно и городским молодцам смотреть, и администратор университета, и самим участникам, и организаторам этих акций. Необходимо думать не о сиюминутных каких-то интересах, а в целом нужно создавать ответственность за последствия для тех людей, которых не зовут и приглашают на какие-то митинги. Мы сейчас завершаем 15 секунд. Вы наказываете тех преподавателей, которых заявляют о своих политических взглядах в ВУЗе перед студентами? Нет, такого нет. Спасибо. Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. Сейчас реклама, две минуты, и снова студии. ...которые устраивают мирные протестные акции, вызывают у меня уважение, говорят 84% слушателей, которые голосуют на сайте хакирова.ру, 10% говорят сочувствие, усмешку 5%. А что ВКонтакте у нас, Аня? ВКонтакте у нас более 60% говорят о том, что вызывает у них уважение эти люди все-таки, сочувствие 21%, усмешку 10%. Да, ты хотела что-то сказать, прокомментировать Валентину Николаевичу. Да, Валентину Николаевичу эту реплику там еще вставить во время нашей с ним беседы. Вот. Мне кажется, что глупо совершенно пытаться каким-то образом несовершеннолетних не пропустить на митинги, неважно, согласованные они, несогласованные там по паспорту и прочее. Основная проблема, на мой взгляд, в том, что митинги просто не разрешают. Ребят, ну нет ничего плохого в мирных акциях, неважно, где они проходят. У мэрии, у правительства области, там, я не знаю, еще где-то, у цирка, у филармонии. Какая разница? Разрешите, и пусть полиция следит за тем, чтобы там не было нарушения общественного порядка, чтобы там не было провокаторов, которые начнут громить машины там или еще что-то. Пожалуйста, люди имеют право высказать свою точку зрения не только в Дороничах и в комментариях. Тем более, это право гарантировано 31 статьей Конституции. В том-то и дело, в том-то и дело. Я вот совершенно не поняла этой истории, пока нас с тобой в городе не было, да, с Политковской, да, акцией 7 октября. Какой Коминтерный, какие Дороничи, ребята? Вы прокомментируете, что за акция-то была? Ну, вот Артур, я думаю, что... Ну, в памяти Политковской 7 октября также проходила акция, и организатору Вадиму Ананину предлагали провести акцию в Коминтерне. То есть там заросшее поле находится. Пекрасно, почистили бы поле, выкосили бы, благоустроили. Ну, вот я не вижу проблемы. Ну, в чем проблема? Убили журналисты? Убили журналисты? Несколько лет назад. Люди выходят протестовать против нарушения российских законов, по большому счету, из-за своей безопасности. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Киросской области у нас на связи. Олег, добрый день. Добрый день. Ждем ваших комментариев по поводу новой инициативы силового ведомства. Ну, я думаю, что эта инициатива бредовая. Наказание должно идти за правонарушением. Если правонарушение человек не совершил, то я не понимаю, на каком основании надо штрафовать его родителей или учебное заведение, где он учится. Олег, а нарушение, вот закон о митингах, я так понимаю, не согласованной акции, это уже правонарушение? Это ответственность организаторов. Нет, участников тоже. Артур Абашев, да, тут добавляет. Кодекс административной ответственности предусматривает и за участие. Нет, вопрос просто в том, что сложно. Как родители будут вообще понимать, что ребенок куда-то пошел? Да, Олег, вот меня больше интересует вот эта история на самом деле. То есть то, что идея как минимум странная, да, поскольку в принципе никто не возмущается теми правовыми вещами, которые мы имеем в нашей стране. В общем, все хвалят нашу Конституцию и говорят, что законы тоже ничего себе. Достаточно их соблюдать, и все нормально. Но вот эта история с заявлением Тимура Валиулина, что надо привлекать учителей и родителей, вот можно даже закон не принимать, как мне кажется, уже имеет свои последствия. Помните вот эту замечательную совершенно феерическую беседу директора Хабаровского лицея Ольги Кодиной, которая решила выгнать 15-летнего ученика? Почему-то я вижу, что его тоже зовут Тимур Валиулин, везде в СМИ, который активно принимал участие в работе городского штаба оппозиционера Алексея Навального. Она же разнос просто до истерики устроила. И этого достаточно. Сейчас ведомство заявляет, что давайте мы накажем учителей и родителей. Ну, до родителей может долго еще доходить будет, конечно. А учителя-то быстро, это я уже уверена, услышали и восприняли. Я еще раз повторюсь. Ответственность должна идти вслед за нарушением. Если есть формальное нарушение закона, то именно за это стоит наказывать. Но работать именно с тем человеком, который нарушил. То есть не с учителем его? И не с родителем? Родитель, как законопредставитель, разумеется, что все вопросы к несовершеннолетнему будут переадресованы автоматически родителям. Стоит это вводить отдельную статью в КАП или ограничиться уже существующим за належащее воспитание? На мой взгляд, существующих вполне достаточно. Спасибо, мы вас поняли. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. Вот я, как человек, который довольно часто и активно общается с учителями в силу того, что у меня и ребенок в школе учится, и сама я, в общем, из учительской среды вышла. Я себе представляю, в какой ситуации сейчас находятся учителя, под каким они прессом бюрократическим сейчас находятся. И если на них еще сваливает вот эту ответственность, то бедные наши учителя, вот кто это говорил? Игорь Олин говорит, что учительское сообщество возмущается, и оно как бы не примет. Товарищи, примет, не примет? А сделать заставят всех. Бюджетники, да, люди, которые работают вот здесь ради того, чтобы воспитать этих детей, когда на них еще вот это вот наложишь, это ты виноват в том, что ребенок пошел на митинг, его забрали и так далее. Вы где видели, чтобы у нас учительское сообщество, в Кирове или в России, где угодно вообще, вдруг поднялось и заявило, что вы чего? Делаете-то с нами. Где наши учительские права? Вы каких детей хотите, чтобы мы воспитывали? Вы понимаете, что у нас, там вот ты, Артур, говорил, что ставка 2000, пусть даже 4. Заклассное руководство. Заклассное руководство. А их в первую очередь будет привлекать, потому что они как бы ответственные, они воспитатели. Они на эти суммы только бумажек заполняют, я не знаю сколько. Вот классный руководитель сидит, заполняет бумажки, больше ничего не делает, детьми не занимаясь. И когда ему скажут, что еще вот эту историю, а козла отпущения сразу найдут. Сразу найдут в школе. Быстро, я думаю. Свет, тут есть ведь еще одна большая проблема. Это будет ужасно. То есть учителя в большинстве своем и так себя чувствуют, как Игорь Ульин говорил, да, немножко вот угнетенными. И сложно бывает выстраивать отношения. Немножко угнетенными. Хорошо, хорошо. Сложно бывает выстраивать отношения с подростками, и когда их ставят в ситуацию противостояния, условно, да, что вот ты обязан человеку, который собирается идти на митинг, сказать нет-нет-нет, не ходи, то закончится это еще большим отдалением детей от учителей. В лучшем случае, знаешь, чем это закончится? Абсолютно никакого авторитета не будет. У МВД будет, имея инсайдеровскую информацию, рассылать по школам специальные такие письма, уведомления с требованием провести профилактическую беседу. Так они так уже просто присылаются. И под роспись детей, родителей, учителей, что проведена профилактическая беседа, предупреждено, чтобы не ходить. Ответственность, значит... На ком? На ком ответственность? На сём, я не знаю, что там МВД напечатает. Ну, не знаю, на ком это ответственность. Так уже подобные вещи делаются, уже рассылаются. Вот такая же. То есть уже заставляют проводить профбеседы, уже там расписываться о том, что вы не пойдете на акции. То есть это уже делается в училищах, в университетах некоторых. Так, а потом что? Ходят на акции или нет? Я думаю, что вообще проблема, знаете, в чем? Там вот реорганизация, наверное, в МВД, очередное сокращение ставок. Обеспечить правопорядок на ваших, товарищи, в санкционированных митингах они не могут физически. Не могут. Вот и ищут пути. Но для этого привлекается Росгвардия. Да, есть Росгвардия. Будем следить за тем, как развивается событие. По-прежнему, насколько я понимаю, и на сайте, на сайте точно и ВКонтакте с огромным отрывом лидирует ответ уважения, вызывает люди, которые устраивают мирные протестные акции. Мирные. Мирные, это важно. Мирные протестные акции у наших слушателей. Мы завершаем первый час и в 12.06 вернемся снова в эту студию. Росгвардия. 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 Продолжение следует...